А вот та техника, которая движется по направлению Российской Федерации, удалось выяснить? Казахстан, мы уже когда-то обсуждали, но, возможно, есть какие-то подробности. Все-таки интересно, Казахстан отдает свое последнее или выступает как ремонтный хаб для подбитой, раненой? Судя по той технике, которую мы видим, это в большинстве своем устаревшая техника, несовременная техника. То есть, скорее всего, опустошаются склады Минобороны Казахстана для того, чтобы Россия получила какую-то военную технику, которую могла использовать. Судя по всему, это техника, которая используется Россией, но это несовременная техника. В принципе, у Казахстана не так много современной техники. Руководство Казахстана не занималось обороной, не закупало в достаточном количестве самолеты, танки и другую технику военную. Поэтому все, что есть у Казахстана, это в большей степени устаревшая советская или российская техника, которая раньше покупалась у России, теперь обратно возвращается в Россию как военная помощь. Я наивный вопрос задам. Я все равно не могу понять, как можно опустошать свою армию, помогать агрессору. Когда в благодарность за это агрессор уже много месяцев предъявляет территориальные претензии к Казахстану. Говорит о том, что Северный Казахстан незаконно вообще находится в составе Казахстана. Предъявлять претензии по русскому языку. Последний скандал. Маловато русским русского языка в Казахстане. Недавно я видел интервью одного из украинских политиков, одного из известных, очень известных украинских журналистов. Где он говорил, почему российская армия вместо того, чтобы напасть на Украину, не напала на Казахстан, куда она могла без особых проблем зайти и, в принципе, захватить всю территорию. На этот вопрос можно было бы ответить так. Почему Путин не напал на Украину при Кучме, при Ющенко, при Януковиче? Вопрос, например, такой. Почему не напал? Потому что руководство Украины того времени, Кучма, Ющенко и даже Ющенко, и тем более Янукович, Путина, в принципе, устраивали. Потому что Украина не заявляла о том, что собирается вести независимую внешнюю политику. Украина не заявляла о том, что она собирается идти в Европейский Союз и в НАТО. Понимаете? Поэтому в данном случае Казахстан, руководство Казахстана считает, что военной угрозы страны России нет. Руководство Казахстана, мы много об этом говорили, что Каев лично, лично обязан Путину, лично обязан российской армии своим существованием, тем, что они остались власти, удержались власти. Поэтому все, что попросит Путин, то Каев ему отдаст. Будь это военная техника, или попросит помощи экономической, или в обходе санкций, все это будет оказано Путину, потому что Путин является наиболее ближайшим союзником руководства Казахстана. И в своем послании 1 сентября, буквально несколько дней назад, Тукая выступил своим посланием, дежурным посланием, больше часто выступал, и кратко, собственно, внешней политики, где он сказал, что основными союзниками Казахстана будет Россия. Назвал Россию в первую очередь, а потом Китай. То есть ни слова про Украину, ни слова про западные страны. То есть дежурный внешний политик Казахстана остается прежним. Это в первую очередь Россия, во вторую очередь Китай. То есть вы не видите, чтобы за последнее время что-то изменилось в отношениях Такаева и Путина? Ну потому что внешне подается, что Такаев пытается играть самостоятельную игру, да? Там есть вид по поводу предложения Лукашенко о союзном государстве с Россией. Там унижает Путина, заявляют, что они не считают специальную военную операцию легитимной. Не помню уже точно. «Царьград» российский телеканал недавно закрыли. Партию беспилотников на границе задержали. Или это все просто пена, информационный шум? Да, из мухи слона создают. Мы многим украинским журналистам, активистам объясняем, что на эти моменты какие-то мелкие моменты, какие-то заявления, в любом сказанном слова не стоит обращать внимания. Потому что по фактам, по военной части, по экономической, по политической части, голосование в ООН, посмотрите, как голосует Казахстан, кого он поддерживает. Посмотрите экономическую помощь, обход санкций, посмотрите военную помощь. Во всех отношениях. И самое главное, по факту, где находится Казахстан, является союзником России. Он входит в ОДКБ. Это военный блок. Надо понимать. Поэтому какие-то заявления некоторых деятелей, или даже Тукаев, где он как бы сказал что-то такое, на самом деле, он не говорит никогда конкретно. Там нет жесткого заявления, мы там, скажем, не будем с Россией, или мы, скажем, не поддержим Россию. Посмотрите, за полтора года войны найдите хотя бы одно заявление Тукаев, где он выражает соболезнования украинскому народу. Вы не найдете. Ни по Бочи, ни по другим городам, где бомбили, уговали тысячи украинцев. Но в то же время вы найдете за эти полтора года, ну, как минимум, 4 заявления от Тукаев, где он выражал соболезнования Путину и российскому народу. Например, последнее по Дагестану было. Буквально неделю назад это было, когда Дагестане случилось. То есть случается что-то в России, школа убивает детей, там, где-то в Татарстане, в Дагестане что-то случается, Тукаев тут как-то выступает с заявлением, выражаем соболезнования российскому народу в связи с такими-такими событиями. Ну, за это время погибли сколько украинцев, мирных украинцев, детей, женщин погибло. Сколько городов украинских разломбили. За это время, разве с рука я взял хотя бы одно заявление? Мы же не видим ничего. Понимаете, это же говорит о том, что вот смотрите, на чьей он стороне. Раз он поддерживает Россию в таких моментах, во время таких-то таких нерадостных событий, и в то же время не обращает внимания на Украину, на чьей он стороне. Страхи Тукаева, они оправданы? Вот не зря он держится за тирана. Есть ли режим Путина и Кремль, после падения Кремля, все это случится? Его трон может пошатнуться? Абсолютно сразу пошатнется. Его трон пошатнется, и троны южных наших соседей, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, все пошатнутся, не говоря уже про Беларусь, потому что они все держатся на Путине. Благодаря поддержке Путина. Западные страны ОБСЕ за эти 30 лет много раз критиковали, и Узбекистан, например, за Андижанский расстрел, вы знаете, и Казахстан за расстрелы в 2011 году, и Январьский расстрел, и за постоянную партификацию на выборах, репрессии против населения. Но руководство Казахстана удерживалось. Удерживалось в том смысле, что оно не обращало внимания на эту критику. Против Казахстана не вводили санкции, потому что Казахстан знал, что его поддержит Путин, поддержит Россия. Поэтому, конечно, как только уйдет, свалится режим Путина, как сменится режим в России, я думаю, что за короткое время, за короткое время, может быть, максимум месяцы сменится руководство и в Казахстане, и в центральных азиатских странах. Казахстан